Здравствуйте, друзья! И у нас сегодня в гостях Александр Максименко. Александр Максименко – миколаевский гражданский деятель, политик. Усюма возможными способами популяризирует життя на селе. Сам уже три года живет в селе Аптове Бознесенского района Миколаевской области. Саша, привет! Во-первых, спасибо тебе огромное за то, что согласился на тет-а-тет со мной. Я очень ждала эту встречу. Надеюсь, тебе будет интересно. Интересно. Саша, скажи, пожалуйста, говорят, что у нас есть две беды – это дураки и дороги. Но еще есть, бытует мнение, что есть еще третья появилась категория – это активисты-общественники, которые что-то активничают, что-то делают, но толку как такового нет. Ну, мое личное мнение, что ты не относишься к этой третьей категории. Ты занимаешься активной деятельностью уже общественной с 2004 года. Не было такого желания вот это все оставить, бросить и махнуть рукой? Было. Махнул, бросил, уехал в село. Но в селе там ты не успокоился. В плане общественной деятельности? Она у меня приобрела в селе, моя общественная деятельность, приобрела какое-то конкретное четкое направление с критериями, количественно-качественными. Теперь хотя бы есть какой-то мерило. А, конечно же, очень некомфортно жить в состоянии… Общественник, я не знаю, это нужно родиться. Потому что как человек может… Как-то результаты своей деятельности очень слабо прослеживаются. Общественник может о себе, наверное, такое сказать и таким похвастаться. А мне говорят. Но что это хорошо и что за это благодарят, я думаю, это вряд ли. Потому что говорят о тебе и судят о тебе такие же общественники, которые вряд ли тебя похвалят и по головке похладят за это. Ты говорила в одном интервью, что ты разочаровался в городе, потому что тут есть коррупция и очень сложно что-то сделать, что-то поменять. А в селе более полегче с этим. Тебе нравится город? Тебе нравится жизнь в городе? Мне в данный момент, да. Потому что я здесь живу. Мне тяжело. Я искренне завидую людям, которые комфортно себя чувствуют в наших условиях, в наших реалиях. Честно, сам себе думал поставить на эти рельсы и просто воспринимать позитивно. Но не получается. Но не могу. А что тебе мешает? Да, считаю, что город, это тяжело воспринимать город. Не только Николаев. Я не хочу сейчас конкретно сказать, что город Николаев плохой город. В нем плохие коммунальные услуги, дороги, мусор, собаки. Я не об этом. В каждом городе есть свои дураки и свои дороги. Но город, он для работы. Когда ты летишь, работаешь, не обращаешь внимания, не расслабляешься. Город, он для каких-то таких вещей. Для учебы, медицины, работы. Если ты работаешь, и у тебя через дорогу там завод, магазин, бизнес. А если у тебя есть возможность удаленно работать, то, конечно, люди сейчас перебираются из городов за город. Появляются у нас коттеджные поселки комфортные. Люди уходят куда-то подальше от городов. Ты ушел подальше от города? И даже там где-то с двумя разваленными домами, с разбитым сельским клубом. Я сейчас не хочу про свою любимую силу говорить плохо. Но даже там есть сельская рада, есть чиновники. И там тоже этой беды хватает. К сожалению, там есть эти сложности. От этого действительно никуда не уйти. И тут какой-то задачу, план, видение того, что там будет проще. И уровень коррупции, бюрократии. И там меньше? Нет. Нет, везде есть такая проблема. И везде с ней нужно бороться. Где ты сейчас живешь фактически? В городе и в селе. А в процентном соотношении? Где 50 на 50. У тебя есть в селе дом, ты там живешь? Да. Прям живешь и спишь, и ночуешь? Да, когда-то в первых порах, я там четвертый год, я нахожусь в селе. Ну и, конечно же, первые мои бытовые опыты жизни в селе, они могли показаться какими-то немножко наигранными и жизнестойкими. Месяц побыть, два, три, это можно было из себя выдавить и рваться в город с какими-то быстрее ванна. Но сейчас это уже устаканилось, и сейчас я там комфортно могу находиться длительное время. Комфортно находиться. И более уже уверенно и практично могу говорить о селе, что это действительно кайф. Это потому что ты занимаешься интеллектуальной деятельностью, какой-то, да, пишешь проект, работаешь над чем-то, выдумываешь, фантазируешь. Ты сидишь за компьютером, себя полностью отдаешь, выжимаешь. Выйти в огород, он должен быть огород. Любому творческому деятель, любому человеку, который связан с интеллектуальной деятельностью, нужен огород. Обязательно. Я просто не знаю, это увеличивает вашу продуктивность и эффективность в сотни раз. А вот что ты имеешь в виду под словом огород? Просто выйти на природу или выйти где-то на место, где ты можешь поработать физически? Понимание того, что есть место, как минимум, это природа, да? Но она тебя может мотивировать что-то посадить на этой природе, зачем-то поухаживать. Меня не мотивирует. Меня не мотивирует все еще. Просто я понимаю, что этому нужно уделять время и этому нужна последовательность. Это что-то ответственное. Растение для меня, если оно у меня не выживет, я буду очень переживать. И это будет для меня большая проблема. Я посадил несколько деревьев и об этом пытаюсь не говорить, чтобы с ними было все хорошо. Я очень эмоционально привязываюсь. А если у тебя за огородом есть еще каньон, это вообще просто сказка и счастье большое. Да, это очень важно. И я уверен, что тенденция за вот такими вот уходами из городов. Это станет трендом, модным, крутым. Главное сейчас работать над тем, чтобы помочь сформулировать механизмы реализации. Как обычному человеку вот конкретно переехать. Ты себе там обустроил все необходимое по бытовым моментам? Да. Или ты что-то, о чем-то отказался, вот то, что есть в городе, а ты вот в селе не пользуешься этим? Кстати, да, можно об этом подумать, и тогда найдется. Вот зачем сравнивать, понимаешь? Зачем селу давать мерило города? Но мы привыкли к определенному комфорту. А если мне захочется? Ну вот говорить о комфорте, да. А вот может тебе некоторые твои комфорты в городе, они излишками являются. Да, и ты в селе их не заметишь. Какие некоторых неудобства? Они на самом деле не неудобства, это просто лишнее, ну, банальный телевизор, да. Такой банальный пример того, что может быть лишнее в селе и ненужное. Телевизор. Про интернет речи не идет. Это не ненужное, это важное. Скажи, пожалуйста, а люди, которые, у тебя же есть соседи в селах? Да. Какие-нибудь интересные жиночки, которые, наверное, смотрели на тебя и крутили пальцами виска. Зачем молодой, красивый человек приехал в село и что он вообще здесь делает? Я же говорю, тренд и тенденция существуют. Ну вот местные жители, как они тебя воспринимают? Поэтому они уже даже немножко привыкшие. Ты была у меня в селе, мы с тобой общались. Я тебе говорил, что у нас есть семья художников из Одессы, да. И у нас уже даже три переселенца. И я, эти художники, еще там ребята приехали, которые коней разводят, увлекаются. Когда ты увидел, что пошла тенденция, что люди потихоньку начинают смотреть так же, как и ты, на село. То есть не село, не село, как мы привыкли видеть, что там в селе коровы, картошку надо сажать, ну земля, что с землей делать. А просто как место, где можно отдохнуть, где можно жить и получить кайф от жизни. Когда начал сомневаться, что город это, что город можно изменить и нужно вообще менять. Вот когда засомневался, начал искать другие форматы для жизни. Нормальному человеку, нормальному человеку. Вы не хотите, люди, ты в частности, с этого дурдома убежать, ну хотя бы на недельку. Все хотят убежать на недельку. Нужны быть места, куда можно убежать, на недельку хотя бы. Прийти в чувство, ну это же безумие то, что происходит. Если серьезно воспринимать то, что происходит вокруг, можно сойти с ума. И многие, наверное, там половина вот здесь ходит вокруг нас сумасшедших. Поэтому очень важно, села могут дать людям духовность, чистоту и здравомыслие. И каждому советую об этом задуматься. Может быть село это уже само слово, сама наполняемость, значение этого слова уже немножко по-другому ты имеешь в виду. Ну мне так кажется. То есть село это не село, забыто Богом и людьми, а какое-то место, где можно отдохнуть, как ты говоришь, и что-то набраться, какие-то сил, энергии подумать. Просто место. Я даже думаю, что нас держит, все у нас не так уж и плохо, именно потому, что на самом деле многие-то из села приехали. И многие туда сейчас ездят. Многие возвращаются к родительскому дому. И я уверен, сейчас там мое мнение разделяют. А не просто вот я сижу, рассказываю какие-то фантастические вещи. Поэтому все это есть, все это существует. Я там не один, нас много агитаторов за село. Поэтому это практические вещи, которые сейчас есть и реализуются. Надо просто больше популяризировать и создавать возможности и комфортные условия. Пересматривать. Да, ты правильно говоришь. Нужно пересматривать взгляд на село и видение села. Ну, тут очень важно не потерять то, что действительно те столпы, на котором стоит село, духовные и интересные, которые важные. В селе более духовность выше, чем в городе? Ценность семьи там выше. Ценность семьи выше. И такой взаимопомощи и поддержки там на порядок выше. Даже несмотря на то, что люди, они все-таки более такие злые к жизни, да, и к соседям. На слово, на слово злые. На какое-то такое. Но все равно, когда кто-то в реальной беде и кому-то нужна помощь, они, я уверен, откликнутся быстрее, чем городские. Ну, конечно, и там, и там хватает своих, нельзя так сказать, в общем. Ну, да, они, многие мои, там, к тем шуткам, которым я привык, не воспринимаются в селе. Потому что они более пошлые. У нас в городе более пошлые шутки, в селе их не понимают. А я вот сельские не понимаю, потому что, ну, может, мне примитивнее кажется. Ну, они добрые, эти шутки и такие. Как твои друзья воспринимают вот твой выбор, твой способ жизни? Они все же мною заагитированы. Они все со мной были рядом, когда это все у меня происходило и рождалось. Многие там точно так же, как и я, приобретают эти дома и с удовольствием приезжают на выходные. И вот сейчас все с нетерпением ждут майских праздников, когда можно будет поехать в село. Это здорово. У тебя есть уже реализованные проекты. Скажи, откуда ты берешь силы? Что тебе дает? Силы – это важно. Потому что, честно, сложно. Безумно сложно и тяжело. Я надеюсь, что все-таки это на первых таких порах. И оно устаканится и будет уже какой-то просвет. Но я тебе скажу, что иногда очень задумываюсь о том, стоило ли это все начинать. Потому что действительно сложно. Иногда бывает просто невозможно. Потому что есть все-таки жизнь, в которой нужно зарабатывать деньги. Силуэт – это не заработок. Силуэт – это социальный эксперимент, отдушина какая-то. И это объединить сложно. Мне кажется, тем людям, у которых уже жизнь сложилась, им было бы проще. А так, когда тебе еще нужно свою финансовую составляющую и жизненную утверждать. И при этом у тебя есть такая ниша, как социальный проект в селе. Ведь я действительно замахнулся на Вильяма, так сказать, нашего Шекспира. Когда эгэгэй, сейчас мы благодаря туризму построим социальное предпринимательство. Будем зарабатывать на… И вот тебе, понимаешь, отличие, то, что ты меня вначале спросила, от общественника. Я имею конкретные обязательства перед людьми, перед этой громадой. И меня уже там начинают вспоминать мне, начинают мои обещания. И я себя чувствую, как вот тот чиновник, мэр, депутат, которого я критиковал когда-то, будучи общественником. И говорил, что вы такие нехорошие. А теперь ты на эту сторону. А сейчас, ну не то, чтобы я на этой стороне. Ведь у меня ничего такого, кроме обязательств, кроме того, что это моя инициатива, и я по собственной воле, я не брал на себя, я не работаю чиновником, не получаю за это бюджетных денег. Это моя собственная инициатива. Но даже это меня в рамках морали держит все равно. И я вижу, как у меня, я не успеваю, не до конца получается все то, что планировал. И это, конечно, тяжело. Я о том, что это сложно. И меня все равно эти идеи не оставляют, потому что, правильно ты сказала, силы, есть откуда черпать. Откуда? Вот с красивой мечты, с какого-то такого образа, идеального, ради которого стоит стремиться и бороться. Какой этот образ, этот идеал? Комфортного места для жизни и работы, которое бы могло обеспечивать громаду, давать позитивные эмоции туристу и вдохновлять людей, которые ищут этого вдохновения, ищут ради какого-то созидания, творения. Вот чтобы они туда приехали, этим вдохновились. Я буду очень счастлив, если я потрачу свою жизнь на создание такого места, город солнца. И я готов, несмотря на всякие скептические, практические вещи, сохранять эту верность этому, своей мечте и своему этому делу. Люди, все-таки, я вернусь еще раз к вопросу, как они тебя начали воспринимать сначала? Они живут себе в селе. Тут приезжает какой-то мальчик, который сейчас, вот сейчас я вам расскажу, как должно быть. Как они тебя... Была осторожность или они сразу открылись, поверили? Нет, и до сих пор, вот уже три года, мне не удается. Но я, конечно, вот сейчас, когда я это рассказываю, подразумеваю конкретных частных лиц, которых ты не знаешь, не понимаешь их мировоззрения и отношения к жизни. Они, мне кажется, и не поверят никогда словам, и только делам, конкретными результатами. Хоть я и могу сейчас назвать несколько дел, но, видимо, им неубедительно. Сельский магазин, он же кафе, он же центр досуга и развития молодежи. Правильно? Конечно, неправильно. Единственное, чем можно эту ситуацию-то изменить, это создать молодежный центр в селе, где молодежь бы могла собраться вечером, хотя бы пообщаться, проиграть настольные игры, воспользоваться интернетом с 18 до 22.00 как минимум. Там, где есть спортивные залы в сельских школах, их нужно обязательно открыть. Это огромное преступление, если они вечером не работают. Досуг и развитие молодежи – это очень важный вопрос, который нам нужно решать при помощи создания молодежных центров. «Черт побери, живут же люди, влюбляются, ходят в театры, в библиотеки». Мне кажется, все-таки зависит от того, когда ты докажешь людям, что ты полезный, нужный, действительно, с позитивными эмоциями пришли. Они не будут к тебе относиться вот так уж настороженно, если действительно прочувствуют это. У них все на таком чувствительном уровне, действительно. Вот это еще, а говорить о духовности сельских шительных. Эмоциональный, духовный, вот такой у них индивидуальный подход. Докажешь, мне пока до некоторых достучаться не удалось. Но я верю, что если я буду настойчиво проявлять свои положительные, полезные, нужные качества, то изменятся отношения. Они не будут это делать из каких-то корыстных соображений. Как ты оценишь свою работу за эти три года? Ты доволен собой? Я себе ставил четкий план пять лет. У меня есть конкретные качественные показатели, количественные, которые являются целью пятилетки. И я обязательно сделаю какой-то вывод, напишу об этом, проведу фестиваль, подытожить пятилетку моей работы и деятельности в селе. И тогда вот мы и поговорим. Но пока я считаю, что я иду. Ты с собой доволен? У меня цели могут быть разные. Вот моя цель, к ней был проложен очень сложный путь. Я принципиально не пишу в гранты и не участвую в них. Хотя это тоже огромная возможность и перспектива. Только потому, что хочется показать, как человек своими усилиями на конкретной территории может добиться результата. И поэтому мне не хотелось там привлекать каких-то сверху. У нас был опыт, практика, участие в проекте Big Idea, краунфандинг. Мы собирали деньги с миру по нитке на создание кемпинга. Которая сразу взорвала просто. В актово, да. И вот это приемлемо. Это небольшие деньги, которые в принципе могут и фермера в каком-то селе сброситься на какую-то социальную инициативу, социальный бизнес у себя. Эта возможность есть у каждого. Мы тоже воспользовались этой возможностью. Ну кого-то там просить, дайте мне миллион и мы тут построим. Нет, хотелось провести социальный эксперимент, в котором могли бы пользоваться все. В каждом селе, в каждой области инициативная группа, не пользуясь сверхъестественными какими-то возможностями и финансовым подкреплением, создать что-то. Вот этому хотелось. Вот этот путь и вот эти методы в достижении цели. Что, конечно, усложняет. Мне было интересно, я наблюдала за этим проектом, мне было интересно, насколько людям будет, насколько это их зацепит. Такая новая идея, и люди из города действительно ли поддержат без какой-либо огромной рекламы, просто честно, искренне, да или нет? Ну, нужно отдать должность, должное. Опыт участия вот в краудфайдинге для меня тоже изменил отношение к людям в плане их вот этой вот поддержки. Насколько люди готовы своими деньгами поддержать чью-то инициативу. Я был в шоке от тем, что действительно поддерживают, и у нас у людей огромное такое сердце, доброта и желание что-то менять. Какие качества человеческие ты ценишь в людях? Я уже поняла, что доброту и отзывчивость, а все-таки ты работаешь как общественник, мы имеем в виду хорошее значение этого слова, с огромным количеством людей, постоянно общаешься с людьми, и как депутат, как общественник. И что тебе цепляет? Каким он должен быть человек, чтобы вот, да, ты открылся тоже и понял, что это твой человек? Ну, искренность, вот лукавство, лицемерие сейчас, конечно, поприбавилось. А искренности и такого, что, наверное, боюсь потерять там в себе лично, да, вот эта вот энергия неуемная, она такая из искренних чувств и побуждений у людей может быть. Я очень люблю, когда люди вот чем-то грезят, искренне верят во что-то, и вот эту вот искренность, может даже наивность это назвать, да, вот это я очень ценю, уверен, что такие люди реально не подведут и не обманят. Поэтому искренность, честность, порядочность, вот это так стало. Мне просто кажется, что в последнее время это вот теряется очень сильно. Я человек, который родился там в Советском Союзе, да, и у нас в детстве было как-то больше общего, и мы были такие более открытые, а сейчас уже все закрываются как-то по своим хатам, по своим домам, квартирам, и нет вот это не заборы, а просторы. Мне это очень нравится, наверное, и село от этих всех размышлений. Поэтому круто, когда люди искренние, добрые и такие готовые делиться чем-то своим, с другим. Тебе часто встречаются такие люди? Слава богу, да. Это хорошо. Слава богу, да. Ты, например. Конечно. Саша, спасибо тебе огромное за интервью. Все уже? Да. Здорово. Спасибо огромное, это было круто. И тебе большое спасибо. Классно. А мы дякуем за затушек и за жди кафе с АТ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!